Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективно и достоверно в программе «В центре внимания». Здравствуйте! У микрофона Шахадатса Ибназарова. Программа подготовлена Британским институтом по освещению войны и мира. В ближайшие несколько минут мы снова с вами поговорим о том, что важно. Одной из актуальных проблем для лиц с инвалидностью в Таджикистане является физическая доступность к городским объектам. Физические барьеры часто не позволяют им посещать государственные учреждения. Вопросы доступности являются ключевыми для предоставления возможности лицам с ограниченными возможностями вести независимый и социально активный образ жизни. Тему продолжит Мичгона Халимова. Эму Малихолову было 8 месяцев, когда он заболел полиомиелитом. Левая нога не работала. Однако после длительного лечения физических упражнений получилось поставить сына на ноги, говорит мама Азада Хакимова. Она очень переживает за будущее своего 7-летнего сына. Мой сын получает пособие в размере 130 самани. Это 16 долларов. В этом году он пойдет в первый класс. Я очень хочу, чтобы он стал ремесленником и смог в будущем найти себе средства на жизнь. Мамалакат Абдусамадова, директора общественной организации МАКСАД, обращает внимание на проблему передвижения людей в колясках. По ее словам, до сих пор для людей с ограниченными возможностями в городах нет удобных подъездных путей и не везде можно увидеть пандусы. Общественная организация уже 4 года работает в районе Диваштич с 522 людьми с ограниченными возможностями. Многие из них посещают курсы шитья и вязания и могут работать на дому, говорит Мамалакат Абдусамадова. Первая и заветная мечта человека с ограниченными возможностями – это быть здоровым, как и все остальные люди. Сегодня пособия в 130 самани не хватает для проживания. В Таджикистане действует пятилетняя государственная программа здравоохранения и социальной защиты людей с инвалидностью на период с 2016 по 2020 годы, которая нацелена на создание благоприятных условий с равными возможностями для всех посредством улучшения здравоохранения, реабилитации и социальной защиты людей с ограниченными возможностями. По словам Назакат Одиназауда, первого заместителя председателя агентства по социальному и пенсионному страхованию, с 1 июля пособие для инвалидов увеличилось и составляет как минимум 156 самани или около 20 долларов. В стране зарегистрировано почти 145 тысяч людей с ограниченными возможностями. Им начисляется пособие согласно категориям. 39 228 человек из них имеют инвалидность первой степени, 69 610 человек – инвалидность второй степени и третью степень имеют 36 113 человек. Нигина Довлатова, координатор проекта реабилитации на уровне общин, уже 6 лет работает в Таджикистане с целью интеграции инвалидов в жизнь общества. За это время они смогли охватить свыше тысячи семей, в которых живут инвалиды. Данный проект работает в трех городах Таджикистана. Это города Вахдад, Вахш и Канебадам. Наша цель – работать с людьми с ограниченными возможностями, с которыми ранее никто не работал. Мы их обучаем, чтобы они смогли самостоятельно есть и одеваться, чтобы они могли выходить на улицы. И у нас есть уже достижения в этом направлении. Они как будто заново ожили. Прежде никто к ним не приходил и не спрашивал, чего они хотят и о чем мечтают. Психолог Зарина Кинжаева утверждает, что люди с ограниченными возможностями нуждаются в особом уходе и внимании. С ними даже разговаривать необходимо по-особенному. Однако многие отвозят своих близких в специальные учреждения и забывают о них, что становится причиной застоя их выздоровления. Если глухих, немых и имеющих дефект речи отвезти и оставить с детьми, у которых такие же проблемы, то их развитие приостанавливается. Посмотрите, в других странах такие люди учатся и работают наравне со здоровыми людьми, и это хорошо воспринимается. Их стараются внедрить в общество. Почему у нас по-другому? Мы оставляем инвалидов на попечении государства и пытаемся оградить их от общества. К руководителю национального объединения людей с ограниченными возможностями Таджикистана Асадулоду Дихудоеву в основном обращаются за финансовой поддержкой. Люди с ограниченными возможностями просят обеспечить их работой. Они также выражают озабоченность и неудовлетворение работой застройщиков новых домов и зданий в стране, где не предусмотрены подъездные пути для людей с инвалидными колясками. К сожалению, не все строительные компании соблюдают нормы при строительстве. Возмущается Асадулоду Дихудоев. В Душанбе мы каждый месяц проводим рейды со строительными компаниями. Некоторые прислушиваются к нам, а другие только обещают, что сделают все как надо. Но зачастую просто игнорируют наши потребности. В марте текущего года правительство приняло решение, согласно которому все строящиеся здания выше двух этажей должны оборудоваться лифтами. Мы видим, что сейчас во многих зданиях есть лифты. Однако люди на инвалидных колясках не имеют возможности доехать до лифта. Очень крутые лестницы не позволяют нам это сделать. До настоящего времени Таджикистан так и не подписал конвенцию о правах инвалидов, которая закрепляет весь комплекс прав лиц с инвалидностью. Конвенция была принята еще в 2006 году и по официальным данным по итогам 2015 года ее ратифицировало 164 страны. Международно-правовой документ направлен на привлечение внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями, защиту их достоинства, прав и благополучия, на привлечение внимания общества к преимуществам, которые оно дает от участия инвалидов в политической, социальной, экономической и культурной жизни. Таджикистан ссылается на трудное экономическое положение и дефицит бюджета, который не позволяет присоединиться к конвенции. Репортаж подготовила Межгуна Халимова, Душанбе. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-либо комментарии, вопросы или вы желаете рассказать о своей проблеме, вы можете позвонить на наш номер 44-640-10-11. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку IWPR Таджикистан. Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова